Торговые киоски и ларьки демонтируют по всему городу. В первую очередь убирают по тем адресам, которые сообщают сами жители, а также по предписаниям надзорных органов и судебным решениям. Продолжается работа по расторжению договоров аренды с предпринимателями, чьи ларьки не вписываются в планируемый городской облик, демонтируются киоски вдоль Новосадовой. Глава администрации Самары Олег Фурсов отметил, темпы нужно наращивать. С начала года убрано около сотни незаконных торговых объектов. Необходимо в 10 раз больше. У вас там почти тысяча объектов. Вы будете там несколько лет их вывозить при таких темпах, что за два с половиной месяца всего сто объектов вы демонтировали. Поэтому здесь нужно ускориться. Встречаются ларьки-призраки, которые появляются на прежнем месте вскоре после демонтажа. Процесс наведения порядка тормозит и сама процедуру ликвидации незаконных торговых точек, заверит глава администрации Вадим Кирпичников. Регламент, он соответствующая процедура у нас предусматривает, исходя из опыта, скажем так, не совсем позитивного тех судебных решений, которые были приняты в нашем отношении. Поэтому мы сейчас очень строго соблюдаем регламент, включая публикование в средствах массовой информации, естественно, и срок на возможный добровольный вывоз. Уже через месяц от Департамента потребительского рынка и услуг ждут нового отчета о проделанной работе. Особое внимание нужно уделить территориям, которые будут задействованы в рамках празднования 9 мая. Уже к началу апреля планируется решить вопрос с кафе в Парке Победы и с торговыми точками вдоль аллеи трудовой славы в Кировском районе Самары. Анастасия Зобрева, Максим Гусев, События.